МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два секунды в Украине. Выпереподробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временной комиссии по расследованию фактов возможной коррупции в правительстве и отстранения от должности Арсения Юценюка на время работы этой комиссии. Поводом для возмущения свободовцев стало заявление главы Госфин инспекции Николая Гордиенко. Он обвиняет правительство и его руководство в коррупционных злоупотреблениях на сумму более чем 7,5 миллиардов гривен. Шумно было не только под стенами парламента, но и внутри заблокированная трибуна, консультация за закрытыми дверями, компромиссы, уговоры, договоры. Обо всем подробнее Екатерина Лысенко. Надзвичайно шумно в зале. Будь ласка, если возможно, вашу увагу просил бы. Протесты под стенами парламента плавно переходят в сессионный зал. Заседание еще не успели открыть, как трибуну обступили и заблокировали. НРТ потребует создать временную следственную комиссию из-за заявлений бывшего главы Госфин инспекции о коррупции в правительстве. Но парламент на такое не идет. Вместо этого представители фракции и внефракционные на несколько часов уходят в кабинет спикера, советоваться и договариваться. Завтра о 15-й године в тут, в примещении парламенту, будет заседание декольких комитетов профильных, которые полностью рассматривают все вопросы. Запрошены уже, даже попередние, а фигуранты, я бы так сказал, которые могут дать пояснение. Рассматривать, извинучившись на пана Градієнка, ответы уряда и реакцию Генеральной прокуратуры на заседании двух профильных комитетов. Цей комитет принимает решение або найдет истину, або принимает решение про создание ТСК. В итоге от трибуны отступили, но требований создать следственную комиссию нет. Мы продолжим блокировать трибуну протягом недели до создания ТСК. Я не вижу другого шляха, каким образом добиться результату. Кинцевая мета ТСК – дать ответ на вопросы. У нас премьер святый или не святый? Сегодня в парламенте есть пакет оборонных законов, которые так же взрываются через блокирование трибуны и все это так же в интересах совсем неукраинского народа. Поэтому фракция Народного фронта требует прозорного расследования этой истории. Меня никто не может извинять и свободу, потому что мы там про Кремльская партия. Это абсурд. Но рука Кремля – это те, кто сегодня занимается коррупцией, кто сегодня гробует страну и кто сегодня боится выйти на светло. Тем не менее, блокирование трибуны не помешало принятию законов, в том числе касающихся АТО и мобилизации. Один из важных документов Рада признала добровольцев участниками боевых действий и освободила от мобилизации ряд категорий. А еще от мобилизации освободили студентов, аспирантов и докторантов стационара. Уже государство инвестировала в подготовку кандидатов наук, доцентов, докторов наук и так далее. То есть мы создадим условия для того, чтобы интеллект нашей нации работал в данном случае на фронте освободы. Оппозиция уже сегодня настаивала на внесении в повестку дня своих законопроектов. Мы считаем, что на этом неделе парламент должен сконцентроваться на решении следующих вопросов. Первое – законодательная поддержка Минских угод, которые игноруются правильным коалицией. Но этот законопроект, как и десятки других, запланированных на сегодня, так и остался нерассмотренным. Не дожали. Среди непроголосованного – изменение численности пограничников и правовой режим военного положения. А еще пакет законов против пропаганды коммунизма и нацизма. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Иван Гермаков, Владимир Самченко. Подробности – телеканал Интер. И у нас в студии гость. Это Сергей Каплин, народный депутат от блока Петра Порошенко. Сергей, добрый вечер. Вы один из народных депутатов, которые сегодня блокировали трибуну парламента с требованием создать специальную комиссию следственную. Почему такой метод выбрали? Добрый вечер. Вы знаете, в свое время весь Советский Союз болел за ЦСКА. Так вот, сегодня вся Украина болеет искренне за ЦСКА, за то, чтобы оно было создано. И уверяю вас, я депутат двух созывов, и могу вам четко сказать, если там будет нормальная команда, она будет нормально расследовать эти прецеденты, обвинения Арсения и его команды в коррупции, мы сможем довести дело до суда и до тюрьмы. О какой команде вы говорите? Кого вы видите на этой комиссии? С нашей стороны это должны быть исключительно новые молодые депутаты. Вы очень точный вопрос задали. Завтра в 15.00 будет заседание двух комитетов сразу. И там будут заслушивать Гордиенко и других фигурантов этого большого скандала. Я прогнозирую, что захотят утром в четверг зарегистрировать новый проект постановления о создании ЦСКА, где будут исключительно любить друзей. Те, с кем можно договориться премьеру... Каким принципом вообще формируются члены этой комиссии? Каждая фракция делегирует своих представителей. Где-то фракция больше, двоих меньше, фракция одного и так далее. То есть я не хочу, чтобы это было типа антикоррупционным сабантуем определенным. Ну, давайте откровенно говорить. У нас практически по отношению к каждой фракции есть влияние отдельных олигархов. Эти олигархи продолжают зарабатывать огромные средства вместе с Кабмином. Я сегодня узнал, и я постараюсь подтвердить информацию. Приду сюда к вам и публично сделаю заявление о возможной коррупции Укрзалезнеси в течение последнего года на сумму 1 миллиард гривен, когда они перечисляли деньги на одно из предприятий одного из украинских олигархов в Крым. В Крым. На предприятие, аналог которого есть непосредственно в Украине. А как вы говорите сейчас? Я говорю о Ринате Ахметове, предположительно, и о Укрзалезнеси. Второе. Покупали дизельное топливо, когда оно было по 16 гривен, покупали его по 30. Третье. Переселяли в другие источники средства, которые можно было бы сэкономить. Это все подтверждено документами у вас? Это вы сегодня, завтра и позже увидите. Это будет, я так понимаю, тренировка. Вы знаете, нас ждет очень, нас ждет невероятный сериал в течение следующих нескольких месяцев, когда страна просто встанет с головы на ноги. И мы увидим невероятное количество эпизодов, очень серьезных. Я хотел бы, пользуясь возможностью, поблагодарить сегодня тех людей, которые пришли утром в 9 утра и были вместе с нами под Верховным Советом Украины. И я приглашаю вас завтра в 9 утра к Верховному Совету. У нас будут тысячи, сегодня было очень много людей. Сергей, а что вы будете делать, если комиссию все-таки не создали? Я не остановлюсь ни в коем случае. Мы, группа молодых депутатов, будем поднимать людей, мы будем делать антикоррупционный Майдан. Но я возьму за горло каждого, кто будет препятствовать созданию комиссии. Украинский народ на грани просто экономической катастрофы, просто невероятной, беспрецедентной, небывалой за всю его историю бедности. Мы имеем примеры, когда людям нечем кормить своих родителей, нечем пенсионеров, нечем кормить своих детей. Дети нашей страны просто уже просят кушать у своих родителей. Я понимаю, поэтому это ближе к делу, да? Мы не имеем права, как народные депутаты, сегодня просто сложить руки и наблюдать за тем, как страна грабится на миллиарды гривен. 8, 9, 10 миллиардов гривен. Я разговариваю с Гордиенко, он мне сказал, Сергей, слушай, это просто вершина айсберга, на самом деле сумма 20, возможно 30 миллиардов. Понимаете, такой разговор все-таки нуждается в каких-то документальных подтверждениях, поэтому еще раз, во сколько комиссия это будет завтра? Я хочу вас пригласить, всех журналистов и людей с 9 утра, комиссия будет в 15.00, многие телеканалы будут вещать напрямую, там будет Гордиенко. Я надеюсь, его доживет до этого утра или до этого следующего обеда и до 15.00 и даст показания, разложит все по полочкам. Вы впервые услышите какие-то очень громкие вещи, всех прошу включать в 15.00 телевизоры, и я вас очень прошу, придите, давайте сделаем все, для того, чтобы, наконец, мы создали эту организацию под началом молодых новых депутатов. Давайте не превратим это снова в какой-то клуб, который договорится с Арсением Петровичем. Я знаю, что уже начались попытки меня остранить от участия в этом ТСК, потому что они видят во мне угрозу того, что я сделаю просто большую антикоррупционную революцию в парламенте. Говорят о том, что ТСК не может работать, недоскональный закон, так я вам сообщаю. Почитайте, пожалуйста, пусть те, кто это говорят, почитают закон о ТСК. Там есть нормы, которые разрешают премьера приволочь и допросить непосредственно на Верховном Союзе Украины вместе с милицией. Хорошо, спасибо вам большое. Сергей Каплин, депутат АДБЛОКа Петра Порошенко был у нас в эфире о сегодняшнем блокировании парламентской трибуны и его деталях. Спасибо большое. Спасибо вам. Иллюстрация должна быть мудрая, это слова Леха Валенца, бывший президент Польши в интервью экономической правде сказал, что нельзя увольнять всех, нужно выбирать и оставлять. Лучшие кадры. В качестве примера привел Ирак, где после свержения с Адама Кусейна распустили армию, распустили полицию и никто, по словам Валенца, не смог справиться с той ситуацией, которая сложилась. Чем заканчивается нарушение закона для французских чиновников? Мэр города Тур, который прославился организацией символических свадеб для китайских туристов, сегодня утром впервые не явился на судебное заседание. За что его судили, почему он не пришел и, собственно, никогда уже никуда не придет, подробнее София Гордиенко. Желаете ли принести вашу свадебную клятву? По окончанию церемонии китайцам выдают цветные бумажки, сертификаты, не имеющие законной силы. Благодаря этой нехитрой процедуре во французском городе Тур с 2006-го расцвел туризм. Состоятельные китайские молодожены утром расписывались, в обед гуляли по магазинам, а вечером заседали в ресторанах. Мэр-социалист Жан-Жермен купался в лучах славы. Только в октябре было сотня пар из всего Китая, из Шанхая, им очень понравился Тур. Но оказалось, идея воплощения и львиная прибыль принадлежит вот этой тайваньской даме. Все бы ничего, но Лиз Хан официально числилась советником мэра и получала в мэрии зарплату. А во Франции, как и в Украине, совмещать госслужбу с предпринимательской деятельностью запрещено. Из-за скандала мэр сначала потерял должность, впервые за 20 лет его не переизбрали, а затем лишился покоя. Прокуратура начала целую вереницу дел по обвинению в злоупотреблениях служебным положением. Подозревая, Жан-Жермен знал, что его помощница – бенефициар китайских свадебных туров. И вот сегодня утром бывший гражданачальник не явился на очередное заседание суда. Переполошились и защита, и обвинения. Жан-Жермен был известен своей пунктуальностью, а значит, что-то произошло. Тело политика обнаружили спустя несколько часов. Он покончил с собой. В машине оставил предсмертную записку. Он стал мучеником республики. Его фактически бросили на растерзание. Как он написал в своей записке, их самих замучит совесть. Надо сказать, что если бы не случай с помощницей, репутация у покойного действительно была кристально чистой. И премьер, и президент Франции сказали, что для них его смерть – большая утрата. Впрочем, даже в разгар следствия такие статусные однопартийцы Жермена поделать ничего не могли. Во Франции телефонный звонок судье или прокурору – это повод начать новое следствие. И обвинение будет звучать куда серьезней. Давление на юстицию. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Народный фронт атакует. Нардеп Герасенко обвинил телеканал Интер в том, что его владельцем может быть Путин. И вот какие основания для своих подозрений он озвучил. Я процитирую. «Пока не доказано обратное, я буду считать, что им является Путин». Герасенко хочет, чтобы его подозрения проверила генеральная прокуратура. Отчеты от ГПУ накануне потребовал еще один нардеп-фронтовик. Книжицкий, главу парламентского комитета по вопросам культуры, интересует финансирование канала. Он также настаивает на принятии закона, который позволит забрать Интер и создать на его базе телеканал «Культура». Все эти заявления коллег из прапремьерской фракции в Комитете по свободе слова называют ложью. Нардеп от оппозиции Юрий Павленко поясняет это желанием захватить чужую собственность и обелить репутацию своего лидера Яценюка. Не угодными, по мнению Павленко, оказались СМИ, подающие правдивую информацию о ситуации в Украине и позволяющие себе критиковать власть. А особый интерес у представителей провластной фракции вызывает телеканал «Интер». Оппозиционный блок призвал президента Украины и международное сообщество остановить этот беспредел и давление на свободу слова. И еще одно обвинение в адрес «Интер» от парламентского фронтовика Пашинского. Сегодня он заявил якобы о материале о терактах, которые постоянно происходят в мирных городах на востоке Украины. Якобы в этом материале прозвучало, что взрывы провоцируют украинская власть для усиления своих полномочий. И теперь премьерская фракция требует от генпрокурора отчета о том, как его ведомство борется с внутренними врагами страны. В нашем эфире никогда подобных сюжетов не было, но зато было много сюжетов о деятельности самого господина Пашинского. Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны до сих пор не объяснил, каким образом его 24-летний сын, не имея специального образования, возглавил структуру «Укроборонпрома». Это предприятие, которое продает военную технику за рубеж и закупает вооружение для Украины. Ранее Антон Пашинский занимался яичным бизнесом. А еще раньше мы рассказывали о том, как сам Сергей Пашинский летал на вертолете на рыбалку в национальный парк Нижесульский. Дело было ровно год назад, тогда Пашинский возглавлял администрацию президента при Турчинове. И именно в это время на востоке Украины сепаратисты захватывали госадминистрации и СБУ. Ну и параллельно с обвинениями от пропремьерской партии наш эфир продолжают глушить. Например, вчера сигналы пропадали в Киеве и Запорожье. Об этом нам рассказали наши телезрители. Ну и давайте от этих интриг вернемся к тому, что действительно важно. Несколько моих коллег постоянно находятся в горячих точках Украины. О ситуации в районе Мариуполя мы узнаем от Эльвины Сербулаевой. Она с нами на связи. Эля, какие новости у тебя? Здравствуй. Боевики продолжают атаковать? Да, Наташа. На Мариупольском направлении боевики пытаются штурмовать линию обороны. За эти сутки они открывали огонь 8 раз. Это данные штаба АТО. Также боевики используют воздушную разведку. В позиции наших военных атакуют из запрещенного оружия. Ввел огонь по населенному пункту Чермолик один раз. Та 7 раз заставил зброю, в том числе миномет 120 мм, по напрямку наших військ района населенного пункта Широкино. Со стороны Азовского море военные продолжают укреплять позиции, ведь сохраняется опасность высадки вражеского десанта. Наши бойцы проводят учения, отрабатывают взаимодействия и испытывают технику. Применяются атакты против саней, кораблей. Ну, хорошая часть. Одна машина, радио 4 км. Право, влево, вверх. Люди особо справляются с задачей, нормально. Готовы, тренируются, постоянно совершенствуются. Поэтому я надеюсь, что если пойдет реальный противник, то никаких проблем с обороной по нашей территории не будет. В соцсетях появилась информация, что ночью в центре Мариуполя прогремел взрыв. То, что слышно было мощный звук, подтвердили в штабе сектора М. Мы обратились по комментариям в МВД, но там фактов взрыва не подтверждают. Наталья? Спасибо, Эля и Львина Сидбулаева с последними новостями из Мариуполя. Наталья была с нами на связи. И мы сейчас налаживаем прямую связь с Геннадием Вивденко. Он работает также на Донбассе и знает все подробности об обмене пленными. Буквально через несколько минут он будет у нас в эфире. Один погибший и двое раненых. В Луганской области, в поселке Боровское, неподалеку от Севера Донецка, трое украинских военных подорвались на боевой гранате. По информации пресс-службы главы Луганской военно-гражданской администрации, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой Ф-1. Прямо на месте дислокации военных погиб 36-летний боец. Еще двое получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы. Что почем? Цены на продукты в городах на Донбассе отличаются почти в два раза. Предлагаю вам сравнить, например, Донецк и Мариуполь. В корзине продукты первой необходимости – сахар, подсолнечное масло, крупы, консервы, овощи и мясо. Больше всего отличаются цены на картофель. В оккупированном Донецке он стоит 10 гривен с копейками, в Мариуполе – 3,5 гривны. В Донецке в два раза дороже говядина, сахар, масло, молоко, лук и яйца. Это почти одинаковые цены на макароны и крупы. Из этой таблицы видно, что одна и та же продуктовая корзина в подконтрольном боевиками Донецке обходится людям в два раза дороже, чем, например, в Мариуполе. Ну и о ценах, курсе валюты, вообще о своей жизни рассказали нам жители оккупированных городов. Мы каждый день общаемся с ними по телефону. Давайте послушаем Донецк и Луганск. Наши цены точно соответствуют ценам Питера, то есть Петербурга – одного из самых дорогих городов России. Однако зарплаты у нас не как в Петербурге, у нас зарплаты как в ДНР, то есть их либо нет, либо раз в 4 месяца. То есть выживать действительно очень сложно. Выживаем сыпи зубы. Оплата за коммунальные услуги у нас происходит непонятно каким образом. Просто пишется от руки сумма, которая заплачена, и печать ЖЭКа непонятно какого. Куда пошла оплата, без понятия. Активно идет, скажем так, команда Плотницкая вот этими середовиками подмятия под себя всех пунктов обмена валют. Курсов, в принципе, грабительский. И на этом вот эта вся команда наживает. За 1 гривну дают 2 рублей. Активно сейчас идет процесс постановки под контроль всех менял, валютчиков. Установленные ЛНРом цены на лыжи, то есть всех просто ставят в такую ситуацию, чтобы поднимать цену. А ЖЭК не зашла с такими ценами. Вообще непонятно. Очень участились выстрелы, залпы, какие-то запуски тяжелой артиллерии. Слышно, ну прям очень хорошо. Люди начали опять нервничать. Все несчастные 15-20%, которые стояли как бы очереди, голосовали за ДНР, их здесь просто нету практически никого. Кто разъехался в Ростов, кто уехал в Киев, так называемым фашистам. Они прекрасно там живут, и никто не говорит, что там плохо. А здесь остались те люди, которые просто не могут выехать, у них нет возможности. Теснее взаимодействовать с наблюдательной миссией ОБСЕ, чтобы международные эксперты могли видеть, кто и как соблюдает минские договоренности на Донбассе. Такое поручение на заседании военного комитета СНБО дал президент руководству вооруженных сил. Петр Порошенко потребовал подготовить дорожную карту для начала работы международной миротворческой миссии в Украине и создать наблюдательные пункты на самых опасных участках при фронтовой территории в Донецком аэропорту, в Песках, в Широкине и Авдеевке. Украинские чиновники публикуют свои декларации о доходах за минувший год. Сегодня появились данные от президента Петра Порошенко. Итак, его общий доход за 2014 год почти 370 миллионов гривен. Большая часть получена в виде дивидендов и банковских процентов. Чистая зарплата Порошенко за год это 159 тысяч гривен. Еще почти миллион глава государства получил от продажи имущества. Правда, как заявили в администрации президента, 123 миллиона гривен Петр Порошенко потратил на благотворительность. Борис Ложкин, глава администрации президента, в прошлом году заработал чуть более 92 миллионов. В основном это дивиденды, зарплата всего 60 тысяч, еще 140 тысяч это доход от продажи имущества. Накануне свою декларацию обнародовал и премьер Арсений Яценюк. За год он заработал миллион 147 тысяч, из них 182 тысячи это зарплата и почти миллион дивиденды. Имущество премьер в прошлом году не продавал на 100 тысяч гривен. Яценюк купил украинских военных облигаций. Сразу два ночных взрыва в Харьковской области. Сначала на железнодорожных путях, на перегоне Жихарь-Змеев. Самодельная бомба взорвалась прямо под Товарником. К счастью, мощность была незначительная и вагоны с рельсов не сошли. А спустя три часа рвануло прямо в центре Харькова. Подробности знает Лидия Калинина. Отстыла с 20-метровым флагштоком, где развивался огромный флаг Украины, осталось одно основание. Террористы подорвали ее ночью. Это центр города, пересечение двух проспектов. Неизвестными, видимо, рассчитывали, что столб упадет. Но он выстоял, хотя взрыв был мощный. Ну, подбросило на кровати так, что я встал и, честно говоря, пошел посмотреть на ГРП. Мало ли думал, может, ГРП взорвали. А если взорвали ГРП, то нужно ноги в руки и из квартиры текать. Правильно или нет? Металлические осколки разлетелись на сотни метров. В окнах университета Каразина, это через дорогу, повылетали стекла. Флагшток с утра демонтировали. Коммунальщики работают здесь и до сих пор. В службе безопасности взрыв калифицируют как теракт и уже называют подозреваемых. Советник главы СБУ Маркиан Лубкинский на своей странице в соцсетях написал, что силовики задержали предполагаемого организатора взрыва. Это гражданка России, сотрудница так называемого Министерства госбезопасности ДНР с позывным Тереза. С февраля женщина жила в Харькове, координировала диверсионные группы, которые устраивали взрывы. В ее квартире нашли самодельную бомбу, военное снаряжение и антиукраинскую символику. Единственное, что мы на данный момент можем сказать, что, скорее всего, что этот выбор, как и несколько остальных в регионе, спрямо умованы на залякувание населения, на дестабилизацию ситуации. В остальном этот взрыв организован по уже классической схеме. Под утро, когда на улицах почти нет прохожих и не работают фонари. И, несмотря на то, что стела установлена в центре города, камер наблюдения рядом не оказалось. Это очень затратная часть, и сегодня мы не можем весь город охватить видеонаблюдением. Этому пользуются эти террористы. Саму стелу ремонтники обещают восстановить за несколько дней. Уже на выходных здесь должен снова развиваться украинский флаг. Лидия Калинина, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Харьков. У нас уже есть связь с Геннадием Вивденко. Гена, здравствуй. Скажи, что с 16 военными, которых освободили вчера, и освободили ли кого-то сегодня? Наталья, обо всем по порядку. И так известно, что 16 украинских военнопленных вчера поздно вечером были освобождены в районе города Маренка, вблизи Донецка. Напомню, об этом сообщили в своих источниках, интернет-источниках, и украинский президент Петр Порошенко и политик Виктор Медведчук, который, в свою очередь, способствует процессу обмена военнопленными с той стороны. Присутствие всей группы освобожденных украинских бойцов на своей территории в Краматорске подтвердили и в штабе антитеррористической операции. Вместе с тем, представители группы переговорщиков с украинской стороны говорят о том, что в руках так называемой ДНР и ЛНР еще остаются ряд украинских военнопленных. Причем многие там еще с времен Иловайского котла, в основном сейчас, конечно, из Дебальцева. И сегодня вблизи Донецка также должна была состояться передача украинской стороне еще трех воинов, попавших в плен. Двое были захвачены боевиками в Углегорске, один в районе Дебальцева. Однако ранее уж достигнутая договоренность неожиданно застопорилась. Причем украинские переговорщики говорят, что в этом повинен Донецк. На момент выхода в эфир переговоры касательно освобождения украинских бойцов продолжаются. Ну и несмотря на перемирие, обстрелы позиций сил АТО продолжаются. По информации штаба антитеррористической операции, наиболее горячо на Донецком направлении. Населенные пункты Опытное, Пески, Авдеевка. В Авдеевке вчера противник применил 122-мм ствольную артиллерию, что запрещено минскими договоренностями. Сегодня обстреливали из зенитных установок. Тем временем в самом городе явные признаки гуманитарной катастрофы. Сегодня волонтеры под охраной военных организовали раздачу, в частности, хлеба по буханке в руки. Его цена в городе достигает 10 гривен у перекупщиков. Это, наверное, из официальных, наверное, третий, может, привоз, который мы отслеживали. Я спросил у людей, говорю, неделю назад кто-то получал, две недели, нет. И начинают, мы три месяца, мы до нового года. В городе долго не работала пекарня. Удалось организовать новую, и горожане имели возможность получить первую продукцию. Кроме того, в Авдеевке создан склад гуманитарной продукции. Ну и стоит добавить, Наталья, что сейчас по всей области такая непогода, что вряд ли можно вести речь о каких-то активных боевых действиях. На этом пока все, Наталья. Спасибо, Гена, Геннадий Вивденко об обмене пленными и о ситуации в Авдеевке. Ну и тем временем Петр Симоненко намерен жаловаться на СБУ. Хочет, чтобы генеральная прокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц этого ведомства за ложь и преднамеренно искаженную информацию, которая порочит коммунистическую партию. Вчера Симоненко провел в СБУ почти 11 часов. Допрашивали лидеры коммунистов по подозрению в нарушении основ национальной безопасности. Кроме этого, интересовались, был ли он или нет на пленуме ЦК КПРФ в Москве. Поздно вечером после допроса Симоненко сказал журналистам, что остается в деле лишь свидетелем. А сегодня к обеду дал пресс-конференцию, заявив, что 1 мая в Киеве готовят так называемый антифашистский марш или марш мира. Ранее в прессе была информация, что возможно среди участников будет и Зюганов. Это лидер российских коммунистов. Пока в столичной администрации заявки на эту акцию не видели, а сам Симоненко консультируется с юристами. Скорее всего, завтра понесет свое обращение в Генеральную прокуратуру. Ни одного уголовного дела в суде не рассматривалось и ни одного приговора не вынесено. Кроме того, по тем случаям, когда задерживали незаконно, преступно, задерживали представителей службы безопасности моих товарищей и извинялись еще перед нами и просили, не формируйте уголовные дела против конкретных сотрудников. Извинялись или нет, и что вообще думают обо всем этом в СБУ, нам сегодня не ответили. Но вот в Днепропетровской области сотрудники спецслужбы сегодня задержали одного из депутатов-коммунистов по подозрению в организации диверсии. При обыске у него изъяли оружие, гранаты, балаклавы. Задержанный сознался, что прошлой весной в Крыму был завербован ФСБ. Российские спецслужбы поручили ему организацию терактов в области. Также он искал и переправлял добровольцев для боевиков на Донбассе. С сепаратистами поддерживал постоянную связь. Передо мной были поставлены задачи. Первое, это сбор информации о местонахождении украинских военных, а также передвижение военной техники. Также поиск и подготовка людей для участия в подполе. Главным завданием депутатов от коммунистов было формование диверсийной группы для очищения терактов на транспортных магистралях, били административных будиль, органах державной влады, войсковых комиссариатов и волонтерских центров города Кривый Риг Депропетровской области. Василий Цушко, эксглава МВД и Минэкономики, и до недавнего времени руководитель антимонопольного комитета, находится под следствием, так утверждает нардеп Сергей Лещенко. По его информации, Цушко обвиняют в превышении служебных полномочий, а именно в неправомерном снижении штрафных санкций для одной из компаний. Сам Цушко на звонки не отвечает. Его помощник рассказал подробностям о нежелании своего шефа общаться с журналистами, о том, что на допросы Цушко правоохранительные органы не вызывали и о подозрении не уведомляли. В Генпрокуратуре информацию о деле эксглавы антимонопольного комитета не опровергли и не подтвердили. На наш запрос обещали ответить в ближайшее время. И более 2,5 миллионов гривен, 100 тысяч долларов США и документы, подтверждающие факты систематического взяточничества. Таков результат обыска у задержанных прокурора Краматорска и его зама, говорят в ГПУ. Андрея Сухинина задержали вчера в Мариуполе во время церемонии представления нового прокурора Донецкой области. В зал вошли сотрудники военной прокуратуры и СБУ и надели на прокурора наручники. Сухинина, его зама и начальника одного из управлений Краматорской милиции подозревают в коррупции и крышевании бизнеса, как легального, так и черного. Игорных домов, торговли металлоломом, производства алкогольной продукции. Британский рупор Кремля превратился в британский кулак. Это о Грэме Филлипсе, скандальном псевдо-журналисте, который освещает конфликт на востоке Украины для российских телеканалов. Каких небританских манер он нахватался и чем ему это грозит. Подробнее Оксана Кундеренко из Лондона. По паспорту Грэм для пророссийских боевиков просто Гриша. Этот человек с британским гражданством внимается с Гиви и Моторолой. Украинцев называют фашистами не только с экранов Russia Today. Это все грозное дело. Это все нечестное поведение. Это даже не поведение человеческое. Это просто поведение козлы. Журналистом он давно перестал быть и еще раз доказал это, устроив в Лондоне акцию по сбору средств на нужды Донбасса. Ее, правда, переносили несколько раз. Заведения отказывались принимать у себя сомнительную публику. Это мирные жители, которые борются за... Какой же он мирный? Это же солдат, точно такой же, как и Гиви. Он не гражданский человек, он убийца. А на твоих фотографиях он обнимается с детишками. Среди гостей оказался человек, несогласный с позицией пропагандиста. И тот продемонстрировал отнюдь не английские манеры. Распускать руки мистер Филлипс умеет не хуже, чем язык. Так, посмотрите еще раз, как он обращается с тем, кто высказал иное мнение. Кадр зафиксировала камера российского НТВ. У меня остался синяк на руке, вот здесь и царапина на шее, когда он схватил меня. Я упал, поднялся, он снова схватил меня, затем я получил удар в спину, чем-то тяжелым. Разъяренный Филлипс еще и обругал гостя, а вместе с ним и всех, кто поддерживает Украину. Они подонки, те, кто поддерживает украинскую власть. Пострадавшего зовут Уильям, фамилию просит не разглашать. Он британец, специалист по кибербезопасности, интересуется геополитикой и конфликтом на востоке Украины. Есть несколько свидетелей нападения на меня, я обо всем доложил полиции. Полиция в данный момент ведет расследование, и я буду требовать наказания. После потасовки Уильяма выдворили из ресторана, где проходил аукцион. Но он все же успел купить один из лоток, фотографию, сделанную Филлипсом. Теперь собирается отследить, на какие нужды пойдут его деньги. По слухам, Филлипс собирал средства отнюдь не для стариков и детей, а на беспилотник для террористов. Британские спецслужбы уже взяли его на крючок, когда допрашивали в аэропорту Лондона. После короткого вояжа на родину псевдорепортер вернулся в оккупированный Донбасс, где вряд ли кто-то осмелится его критиковать. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Почему именно сегодняшний день стал очередным испытанием для российской внесистемной оппозиции? И что греки хотят получить от Кремля? Обо всем по порядку. Данил Русаков, наш Сапкор в Москве. Ровно в 11 часов утра на мосту, где 40 дней назад убили Бориса Немцова, собрались те, для кого это настоящая трагедия. Люди пришли к импровизированному мемориалу с цветами. Организаторы запланировали минуту молчания, однако тишины не было. Потоки проезжающих машин начали сигналить в клаксоны. Активисты протестного движения между собой этот мост называют не за москворецкий, а немцов. Несмотря на попытки агрессивно настроенных прокремлевцев, все разгромить мемориал до сих пор цел. Позже в эфире телеканала «Дождь» прошел поминальный концерт. С песней на русском языке выступил Святослав Вакарчук. День и вправду выдался крайне тяжелым для тех, кто разделяет альтернативную точку зрения. Сегодня Госдума 438 голосами «за» лишила неприкосновенности Илью Пономареву. Это единственный депутат, голосовавший против аннексии Крыма. Он также неоднократно высказывался в поддержку Украины. Сейчас Пономарев в США и планировал вернуться в Москву уже в мае, однако коллеги его видеть не хотят. Вспомнили дело почти трехгодичной давности о якобы неуплате налогов. В здание парламента позвали даже прокурора. Теперь Пономаревы недвусмысленно угрожают судом. Правительство не хотят видеть его, хотят уменьшить оппозицию, потому что проще договариваться с самим собой, нежели с кем-либо. Люди боятся узнать правду. Боятся кто? Правительство. Зато официальная власть сделала вид, что снова умнее всех. Или уже одержала верх. Завтра в Москве с визитом греческий премьер Алексис Цыпро, скорее всего, будет просить денег. До 9 мая Афины должны отдать МВФ 450 миллионов евро. Отдавать, кстати, нечем, а у Москвы, несмотря на рецессию, валюта еще осталась. Это означает, что Кремль может попытаться обменять финансирование на новое лобби в Европейском парламенте. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Завтра, а потом 9 мая, Алексис Цыпрос зачастил Москву. Он и еще Милош Земан, это президент Чехии, единственные европейские лидеры, которые подтвердили свое участие в торжествах ко Дню Победы. Представителей Украины на параде в Москве не будет, об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИДа. Кроме того, по словам Евгения Пербениса, Киев отслеживает информацию о возможном участии глав других государств в этих мероприятиях. Накануне стало известно, что сербские военные примут участие в параде на Красной площади. Кто украл благотворительные деньги у певицы Анастасии Приходько? Что натворила непогода в Одессе? И какие постскандальные новшества готовит министр культуры? Обо всем буквально через несколько минут. Умна, красива, национальность украинка. Что ждет Марию Музычук после Победы? 12 тысяч гостей, жена Кобра и полицейские, которые все испортили. Змеинная история Индии. Джохары Тамерлан. Кто выступает в защиту Царнаева-младшего? Сегодня в прямом эфире первый национальный телеканал сменил логотип и стал общественным телевидением. Другие позывные теперь и у украинского радио. На презентации были премьер и президент. Петр Порошенко прямо на церемонии подписал закон об общественном обещании, который парламент принял еще 19 марта. Это означает, что теперь на базе государственных телерадиокомпаний должно начать работу общественное обещание, не подконтрольное ни к обмину, ни президенту. Вместе с тем Порошенко заявил, что нужно минимизировать влияние на эфиры и со стороны политиков в том числе. Политики должны сделать последний шаг относительно независимости общественного телевидения и дать возможность формировать руководство гражданским организациям, журналистам. Для чего? Для того, чтобы сами они несли ответственность и за качество, и за неупереденность, и за независимость. И от политиков, и от толстосумов. Пропали деньги от благотворительного концерта. Об этом написала в своем фейсбуке Анастасия Приходько. Она выступала в США, дала 10 концертов, собрала деньги для раненых украинских бойцов, 50 тысяч долларов. Но средства от концерта в Филадельфии исчезли. Приходько во всем обвиняет нардепа Семена Семенченко. Комбат, мол, заявил, что Настя разрешила ему собрать эти деньги. Но оказалось, что это ложь. Как же пропали деньги и что ответит на эти обвинения? Комбат смотрите завтра в нашем выпуске. Непрозрачное назначение директоров в крупнейших музеях Украины, последовавший шквал критики в свой адрес, сегодня министр культуры объяснил критической ситуацией и спешкой. Что поменялось в музеях после назначения, и что собирается изменить сам Вячеслав Кириленко? Подробнее Ольга Клюева. Кому мешали мраморные вазы полувека, украшавшие исторический музей, достоверно неизвестно. Как и неясно, почему из музея уволили руководителя-историка и назначили физика. От новых веяний Министерства культуры сотрудники в недоумении. За время работы нового руководителя Татьяны Сосновской посещаемость музея так и не увеличилась. Зато исторические экспозиции начали менять без согласования с научными сотрудниками. Старожилы называют это хаосом, молодым сотрудникам новые условия работы тоже непонятны. Музей истории Украины не единственное место, где недоумевают по поводу решения Минкульта. Кадровый шторм прокатился по крупнейшим украинским музеям. Почему новых директоров Софии Киевской и Пирогова назначали без конкурса и обсуждения с коллективом, министр объясняет отсутствием времени на долгие процедуры. Перепрошу у громадскости за то, что не у каждого випадка мой выбор громадскости был до подобных. Меня будут еще додатково критиковать, а мне пока критики не хватает. Против кулуарных назначений от Министерства культуры выступил ряд общественных организаций. В письме Международного совета музея министру напомнили, что в Европе принято выбирать директоров в открытом конкурсе, а не назначать единолично. Тональность официального ответа министерства вызвала сомнения в культурности Министерства культуры. Мы видели публичную ответственность Министерства культуры, которая на загальный вкус была не очень выхована, как нам удалось. И мы сегодня про это говорили, что Министерство культуры не может в таком тонне писать публичные ответственности. Это не является значимой добры. Мы понимали, что кроки, которые были бы направлены на реформирование царевной культуры, мы не следуем. На встрече с работниками музея министр пообещал больше не назначать директоров без конкурса. Сохранять ли свои должности уже назначенные руководители, пока не ясно. Ольга Клюева, Сергей Еременко, подробности, телеканал Интер. Индус женился на змее, санкции ударили по любителям компьютерных игр в Крыму. И за что уволили пианистку украинского происхождения в Канаде? Об этом не только в нашем обзоре. Про российские взгляды стоили работы известной пианистки. Симфонический оркестр Торонто уволил американку украинского происхождения Валентину Лисицу. Она активно поддерживала сепаратистов в соцсетях и называла украинскую власть нацистской. Пианистка прославилась благодаря Ютьюбу. Там у нее более 70 миллионов просмотров. Американские санкции добрались за крымских геймеров. На аннексированном полуострове закрыли доступ к игре World of Warcraft. Согласно книге рекордов Гиннесса, это самая популярная в мире многопользовательская ролевая онлайн-игра. Компания-разработчик уведомила крымчан, что доступ к аккаунтам возобновят только в случае отмены санкций против России. Потушить невозможно. Будут топить. В российском Северодвинске уйдет под воду атомная подлодка «Орел». Субмарина загорелась во время сварочных работ. Ремонтники, очевидно, нарушили технику безопасности. Горит утеплитель в межкорпусном пространстве лодки и добраться туда пожарные не могут. Военные уверяют, ядерный реактор заглушили и боекомплект выгрузили. Мол, опасаться нечего. Невеста из болота. В Индии 27-летний парень женился на змее. Местный гадальщик заверил жениха, что кобра в прошлой жизни была его возлюбленной. Бракосочетание провели в храме. Поздравить новобрачных пришли 12 тысяч гостей. Но праздники спортили полицейские. Они задержали жениха за нарушение общественного порядка. Старейшая жительница планеты умерла через неделю после получения этого титула. Американке Гертруде Вивер было 116. Последние годы жизни она провела в доме престарелых. И там рассказывают, что бабушку очень радовала слава самого пожилого человека на земле. Она с удовольствием принимала журналистов и даже пригласила на свой 117 день рождения президента Обаму. До праздника американка не дожила три месяца. Потанцевать с первой леди Америки и поиграть в баскетбол с президентом. На заднем дворе Белого дома отпраздновали Пасху. На гуляние семейство Обамы пригласило 35 тысяч человек, в основном детей. Главный конкурс дня – катание пасхальных яиц. Это традиционная американская забава. 11-летнего мальчика-аутиста пять дней искали в австралийском лесу. В спасательной операции принимали участие отряд полицейских и вертолет. Поиски усложняло то, что ребенок в силу болезни мог даже и не понимать, что потерялся, и не откликаться на зов. Мальчика удалось заметить с воздуха. То, что он жив и невредим, спасатели называют чудом. Дело за присяжными. В Бостоне закончились прения по делу о взрыве на марафоне, который организовали братья Царнаевы. В виновности младшего Джохара сомнений нет. Но в чем все же сомневаются, расскажет Дмитрий Еловский. Он в Вашингтоне. На протяжении минувшего месяца в суде выступали адвокаты Царнаева, младшего прокурора, а также свидетели сторон. От обвинения 90 человек, от защиты всего четверо. Немногие согласились выступить в поддержку Джохара Царнаева. Его старший брат был застрелен полицейскими во время операции по задержанию террористов. Поэтому всю вину теперь предстоит нести только младшему брату. Это и отпаривали адвокаты Джохара. По их словам, если бы не старший брат Тамерлан, то младший не стал бы радикальным исламистом. Да и теракта, как такового, возможно, тоже не было бы. Но бомбы закладывал именно Джохар, напомнил представитель обвинения. К материалам суда добавили и запись, которую злоумышленник сделал под брезентом катера, где прятался от погони. На видео Джохар говорит, прекратите убивать наших людей, тогда мы прекратим убивать ваших. Ну, собственно говоря, это и есть мотив теракта. Месть за смерть мусульман в Ираке и в Афганистане. Теперь дело за судом присяжных. Они выслушали представителей сторон и сомнений в том, что Царнаев-младший виновен, в принципе, ни у кого нет. В ближайшее время суд соберется еще раз для соглашения вердикта. После этого вопрос о мере пресечения. Вот тут пока полной ясности нет. Пожизненное заключение без права досрочного освобождения или же все-таки смертная казнь. Большинство опрошенных бостонцев, кстати, 62%, высказались все-таки за пожизненное для террориста. Но есть ведь и еще один суд, который начнется сразу после этого процесса. Там Царнаеву предъявят обвинение в убийстве полицейского, которого тот застрелил возле Массачусетского университета. И адвокатам уже тут не удастся свалить вину на старшего брата. Ведь в полицейской машине найдены ДНК Джахара. Дмитрий Ловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Корона и победа. С каким будущим вернулась во Львов из Сочи 22-летняя Мария Музычук? Кто, а главное, как встречал чемпионку мира по шахматам? Давайте посмотрим. Овации, цветы, улыбки и объятия. Шахматная королева Маша вернулась домой с победой. У нее за плечами три недели за черно-белой доской и всего один выходной. Таким жестким был режим чемпионата в Сочи. Неудивительно, что на традиционный вопрос львовских журналистов, какие планы, королева шахмата отвечает вот так. Я хочу видеть, что это. А вот скоро уже начинается чемпионат с видом. Маричка родом из города Стры и занимается шахматами с трехлетнего возраста. А в 15 лет уже серебряный призер в чемпионате мира среди юниоров. Сейчас во Львове заканчивает магистратуру университета физкультуры. На чемпионат в Сочи Маша ездила со своей старшей сестрой Анной, тоже шахматисткой. Она гроссмейстер. А родители следили за трансляциями. Мама Наталья, тренер по шахматам, говорит, каждый день общались с девочками по скайпу. Радилися, допомагали, чим могли, звичайно. Ну, але найбільше втомлюється. Це оце нервове напруження, відповідальність кожного ходу, особливо в останній партії. Ти розумієш, що один хід може вирішити долю світової шахової корони. Це була моя дитяча мрія, я давно про це мріяла. Звичайно, мені було дуже важко грати з росіянкою, так як я грала не на своїй території. Але, тим не менше, у мене був вищий рейтинг. З аеропорта Машу повезли на центральну площадь Львова. Здесь тоже цветы и поклонники. Для этих малышей-воспитанников шахматной школы она теперь символ победы. Витаємо! Витаємо! Кроме награды и чемпионского звания, Марія завоевала право на участие в Кубке мира среди мужчин. Шахматная корона даёт украинке возможность сразиться с лучшими гроссмейстерами мира. А уже осенью Маричке предстоит защитить свой титул, сыграв против сильнейшей шахматистки планеты последних лет – китарянке Хоуи Фань. И не исключено, что матч состоится в Киеве. Ирина Исаченко, Юрий Голубинко, телеканал «Интер». В Одесской области со вчерашнего дня не прекращается дождь и бушует сильный ветер. Полсотни населенных пунктов остались без света, некоторые обесточены до сих пор. В самом Одессе ветер повалил более полусотни деревьев, к счастью, обошлось без пострадавших. Но уже традиционно в такую погоду затопило низинные участки города, в том числе и перец. В 20 дворах спасателям даже пришлось откачивать воду. На завтра в Одессе снова штормовое предупреждение. На данный момент откачано близко 15 кубов воды, но вода поступает, так как дождь не прекращается. Приходится работать в очень сложных условиях. Подробности Юэ это наш сайт, информация там обновляется постоянно. Я прощаюсь с вами до завтра, желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok